О мусорном коллапсе в Ростовском районе говорили на заседании областного правительства. Его председатель Дмитрий Степаненко подчеркнул, подобные коммунальные проблемы будут учитываться при формировании рейтинга 76. Его итоги за первое полугодие 2018 года озвучила заместитель председателя регионального правительства Екатерина Троицкая. Все муниципальные образования района оценивают по 44 критериям. Лидерами рейтинга стали Тутаевский, Мышкинский и Углический районы. В аутсайдерах Большесельский, Любимский и Даниловский. С главой района замыкающего рейтинг 76 Дмитрий Степаненко пообщался в режиме видеоконференции и призвал усилить работу по всем направлениям. В заключение доклада Екатерина Троицкая напомнила о системе грантов для районов-победителей. В целях предоставления возможности каждому муниципальному образованию принять участие в номинациях на получение гранта по итогам 2018 года, категории номинаций будут отличаться от представленных в 2017 году, за исключением номинации «Первое место» в рейтинге 76 и за высокие темпы развития эта номинация «Прорыв года». Второй вопрос повестки касался промышленности, о перспективах отрасли, говорила директор департамента Галина Пинягина. За первое полугодие этого года объем отгруженной продукции увеличился на 15% и превысил 200 миллиардов рублей. Промышленный сектор работает с учетом майских указов президента и делает ставку на создание инновационной продукции. Уже через 6 лет она должна составлять не менее 50% от общего объема. Кроме того, на заседании говорили и о наболевших темах ярославских промышленников. Руководители крупных предприятий указали на сложности в процедурах лицензирования и сертификации. Это сдерживает приход инвестиций и пожаловались на нехватку мер поддержки своих производств. Руководители предприятий, которые заинтересованы в первую очередь в модернизации и увеличении оборота своих предприятий и компаний, значит, надо собирать чаще и чаще и внимательно слушать и слышать. Поэтому давайте проработайте в течение месяца, подготовьте такую встречу с моим участием, именно чтобы коллеги дали предложение, какие наиболее эффективные меры поддержки могут быть именно для модернизации существующих производств на территории нашего региона.